Добрый день, друзья! В этом выпуске мы расскажем о проблеме, которая становится актуальной каждый год с наступлением тёплого времени. Как определить, какое насекомое укусило и какие действия предпринять, чтобы ослабить неприятные ощущения. Каждый должен уметь понимать, какое насекомое его укусило, чтобы правильно и своевременно принять необходимые меры. Зуд и покраснение – это самые частые симптомы, которые не доставляют особых неприятностей. Но это может быть лишь началом. Укусы некоторых насекомых приводят к летальному исходу, если не обратить внимание на их укус. Как по внешним признакам определить, кто укусил? Первое – комар. После комара на коже образуется красная припухлость, которая может достигать размеров крупной ягоды. Чаще всего она находится на открытой поверхности тела, к которой комары имеют доступ. Они всегда кусают там, где кожа тоньше всего, так быстрее добраться до кровеносных сосудов. Во время укуса насекомое выделяет слюну, содержащую вещества, разжижающие кровь. Из-за их воздействия появляются отёки, зуд и краснота. Комары различаются по любимому месту укусов. Для малярийных характерно то, что они всегда кусают за руки или ноги. Второе – клещ. Вместе взаимодействия с клещом возникает красное пятно. Насекомое может долгое время сидеть на теле и пить кровь, становясь всё больше и больше. Оно заражает энцефалитом, баррелиозом и другими опасными заболеваниями. Важно вовремя сдать анализы, чтобы предотвратить занесение инфекции. Если же вы не смогли своевременно обратиться в больницу, обратите внимание на состояние пятна. Оно должно пройти через несколько дней. Если его размеры увеличиваются, стоит незамедлительно отправиться в больницу. Третье – блоха. Блохи – это переносчики множества опасных болезней. Обычно они кусают за ноги. Если же блохи покусали спящего человека, то красные припухлости могут появиться у него по всему телу. Обычно расстояние между ними составляет всего 1-2 сантиметра. Эти припухлости легко спутать с комаринными укусами, однако блохи кусаются сильнее, поэтому последствия укуса чувствуются более ощутимо. Четвёртое – пчела. Место укуса пчелы внимательно осмотрите, возможно в нём осталось жало. В таком случае его необходимо достать. Кожа краснеет, в месте укуса кожа опухает. В первые минуты ощущаются сжение и боль, которые затем переходят в сильный зуд. Некоторым стоит быть особо осторожными. При наличии аллергии на пчелинный яд человек начинает задыхаться. В этом случае необходимо немедленно вызвать скорую помощь или поехать в больницу. Пятое – оса. Признаки укуса ос похожи на пчелинные. Вокруг места поражения кожа опухает, краснеет. Сначала оно болит и сжёт, затем начинает зудеть. Возможно появление кровоизлияния на кожи. Если организм имеет аллергию на осинный яд, может случиться анафилактический шок. Шестое – шершень. Из-за укуса шершня возникает более сильная, чем после осы или пчелы, боль. Появляется покраснение, сильный отёк, волдырь. Яд шершней токсичнее, поэтому последствия ощущаются сильнее. Если после укуса у человека посинели уши или губы, появился холод в конечностях, или ему стало трудно дышать, необходимо срочно вызвать скорую помощь. Седьмое – муравей. Не каждая разновидность опасна для человека. Чёрные безобидные, а вот на месте укуса красного муравья появляются небольшие гнойники, которые позднее превращаются в рубцы. Его яд содержит большое количество токсинов, которые могут спровоцировать аллергию. Укус рыжего муравья похож на комаринный. Кожа розовеет и зудит, однако сам укус ощущается сильнее. Он похож на попадание горячей воды на кожу. Восьмое – вошь. Вши – переносчики опасных болезней, лихорадки, тифа и других. После укуса головных или лобковых вшей появляются мелкие красные точки в зоне роста волос на шее или за ушами. После бельевых вшей точки остаются на руках, ногах, животе и спине. Они расположены на расстоянии 2-3 см друг от друга. Вместе укуса виден след прокола. Девятое – клоп. Укусы клопов легко спутать с укусами других насекомых. Появляется небольшая припухлость, кожа краснеет, ощущается зуд. Однако клопы оставляют характерные для них дорожки на коже. Укусы расположены близко друг к другу. Появляются они утром, так как клопы кусают только ночью. Что делать в случае укусов? В зависимости от того, какое насекомое укусило, меняются действия, которые необходимо предпринять для уменьшения симптомов. Укусы летающих насекомых. Чаще всего последствия ограничиваются стандартной болью и зудом. Процент людей, страдающих от аллергии на слюну насекомых, крайне мал. Однако необходимо знать, как действовать в обоих случаях. Как облегчить неприятные ощущения? Первое. Используйте воду и мыло, чтобы промыть ранку. Второе. Неторопливым и аккуратным движением извлеките жало. Необходимо намотать немного марли на палец и вытянуть жало лёгкими поглаживающими движениями. Третье. Уменьшить отёк можно с помощью холодного компресса. Пакет со льдом оберните тканью и подождите в течение 10-20 минут. Если льда нет, подойдёт холодная металлическая ложка. Четвёртое. На ранку нанесите смесь пищевой соды и воды, смешанных в пропорции 2 к 1. Это сделает зуд практически неощутимым. Пятое. Заварите крепкий чай с сахаром, чтобы ускорить вывод токсинов из организма. Если чай сделать невозможно, выпейте побольше жидкости в пределах 1 литра. Что нельзя делать? Резко вытаскивать жало, чтобы яд не попал внутрь. Чесать место укуса. Пить алкогольные напитки. Это ускорит распространение яда. Обрабатывать рану сырой водой или землёй. Так можно занести инфекцию. Убивать насекомое, если оно ещё сидит на коже. В момент смерти оно выделяет фермент, который привлекает других особей. Накладывать жгут. Если у пострадавшего дыхание стало затруднённым, появились хрипы или проблемы с речью. Чувствуется тошнота или рвота. Пульс участился. Отёк превышает 5 см. Насекомое ужалило внутри горла или укусило ребёнка до 5 лет. Всё это – сигналы к незамедлительному обращению к врачу. Не нужно медлить или сомневаться. Своевременная медицинская помощь может сохранить жизнь человеку. Что делать при появлении аллергической реакции? В первую очередь вызывайте скорую. Пока машина едет, уточните у пострадавшего, есть ли у него автоинъектор с адреналином. Чаще всего воздействие яда ощущают аллергики со стажем. Многие из них носят с собой препарат, который останавливает реакцию. Инъекция делается во внешнюю часть бедра. Через 10-15 минут состояние укушенного должно улучшиться. Положите пострадавшего на спину или бок, как ему будет комфортнее. Расстегните одежду, если она давит. Накройте пледом или кофтой. Не давайте ему пить и есть, чтобы не спровоцировать рвоту. Будьте рядом с укушенным и контролируйте его состояние. При необходимости немедленно приступайте к сердечно-легочной реанимации. Если укусил комар. После нападения комара, самое главное – не чесать место укуса и касаться его как можно реже, чтобы не занести заражение. Каждое повреждение кожи увеличивает вероятность попадания микробов в ранку. Первое. Место поражения необходимо промыть водой с мылом, лучше всего подходит детское. Второе. Сделайте холодный компресс. Третье. Уменьшить зуд можно с помощью аптечных средств или приготовленных самостоятельно. Можно приложить дольку лимона. Соду развести с водой, чтобы смесь загустела и нанести её на повреждённую область. Также можно нанести зубную пасту и оставить на месте укуса на несколько часов. Несколько капель натурального мёда снижают зуд. Неприятные ощущения можно снизить, потеряв укус внутренней стороной банановой кожуры. У некоторых бывает аллергия на комаринную слюну. Особенно подвержены люди с ослабленным иммунитетом. Если после укуса появилась сильная опухоль, жар, головная боль или опухли лимфатические узлы – это сигнал к незамедлительному обращению в больницу. Что делать при укусах клопа? Нельзя расчесывать ранку, чтобы не занести инфекцию внутрь. На место укуса нанесите антисептик. Если зуд сильный и не даёт покоя, необходимо получить врачебную консультацию, чтобы подобрать медикаменты для снятия симптомов. Что делать, если укусил чесоточный клещ? Чесоточный клещ – необычное насекомое. Оно проникает под кожу, где откладывает яйца. Укус проявляется только через 4-6 недель, и в этом опасность нападения клеща. При появлении симптомов чесотки, появлении осыпи, волдырей или язв, сильного зуда, необходимо предпринять всего одно действие. Срочно обратитесь к врачу, чтобы подобрать лекарства, которые помогут вывести чесоточного клеща из-под кожи и остановить процесс размножения. Как снизить риск укусов насекомых? Соблюдайте правила гигиены. Перед прогулками в лесу надевайте закрытую одежду и обувь. Установите москитные сетки на окна. Используйте средства против укусов насекомых, различные гели, спреи, мази и т.д. При питье используйте соломинки. Если насекомое было в жидкости, оно не попадёт в горло и не укусит его изнутри. Каждый раз осматривайте своё тело, чтобы на нём не было покраснений, волдырей и пятен. Особенно это касается прогулок на природе. Однако даже дома мы не можем быть защищены от взаимодействия с насекомыми. Если вы почувствовали укус, сразу осмотрите место укуса. Насекомые, несмотря на малый размер, могут быть очень опасны для нашего организма. Покраснение и зуд – симптомы, которым мы редко придаём значение, а между тем они могут указывать на клещей, блох или вшей – переносчиков опасных бактерий. Но куда более опасно – нападение пчёл, шершней или шмелей. Их яд может вызвать аллергическую реакцию, которая приведёт к летальному исходу. И только своевременная медицинская помощь способна спасти человека. Крайне важно понимать, какое насекомое укусило и какие действия необходимо предпринять, чтобы облегчить симптомы или спасти жизнь. Если вам было интересно, и в этом видео вы узнали что-то новое и познавательное для себя, то ставьте лайк и делитесь им с друзьями и родными. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!